Лада Христенко Сегодня вторник, 20 февраля, 541 лоскутный эфир. В прошлом эфире, в 540-м, мы с вами шили блоки мельницы. Вот такой блок мельницы побольше и вот такие блоки мельницы поменьше. Шили мы их, используя метод диагональных квадратов. И этот метод оптимально подходит для начинающих. Ну а для тех, кто шьет уже достаточно давно, закончил наш курс ремесло, владеет базовыми техниками лоскутного шитья, ну некоторые, конечно, и продвинутыми, давайте сегодня сошьем блок мельницы в классическом варианте. То есть с раскроем шаблонов и с использованием классической техники лоскутного шитья. Соблюдая долевое и все-все-все остальное. Ну, возвращаясь к первоисточнику, то есть к предыдущему эфиру, я вам показывала вот эту книжку Дженни Беер, где есть лоскутный блок мельницы. Вот он у нас вот такой. Этот блок есть и на сайте Дженни Беер тоже. И сегодня мы сошьем его по правильному. Что значит по правильному? Это значит, соблюдая все классические технологии. Ну, а классическая технология сборки описана вот здесь. Мы сейчас ее с вами сделаем. Но прежде чем мы начнем, хочу обратить ваше внимание, что вот здесь Дженни Беер использует ткань с каймой. И вот вся, так сказать, весь изюм сборки этого блока находится как раз в этой кайме. Давайте, пожалуйста, перейдем на рабочий стол и поговорим дальше. Итак, весь изюм в том, что это блок с каймой. Вот он находится. Все остальные блоки, они одноцветные. Классический вариант каймы. Вот, пожалуйста, посмотрите ткань Дженни Беер. Кайма эта хороша тем, что она зеркально ориентированная. Что такое зеркально ориентированная? Зеркально ориентированная означает то, что в кайме есть элементы с центральной симметрией. Ну вот, посмотрите, да, видите этот элемент? То есть, если мы будем вырезать из него блок, то вот у нас по центру он центрально симметричен. То есть, относительно оси. То же самое вот здесь, посмотрите, да? Этот элемент, этот элемент. Они симметричны относительно центральной оси. Вот этот элемент, посмотрите, тоже. Видите? Конечно, такая кайма оптимальный вариант для сборки блока по технологии Дженни Беер. Ну, конечно, не все такой каймы располагают. Поэтому давайте перейдем к более простым вариантам. В качестве ткани из каймы мы можем использовать вот такую ткань. Ну, здесь нет центрально симметричного элемента, но зато мы можем, посмотрите, да? Вот использовать вот так. Допустим, вот такие элементы, даже вот такие элементы. Можем использовать вот такие полосатые ткани. Смотрите. Ну, здесь уже поинтереснее получается, да? Вот они, елочки. По центру одна елочка. И вот у нас такие фрагменты могут получиться. Можем использовать даже вот такие ткани. Они не совсем центрально симметричные, оси симметричные, зеркальные, да? Но посмотрите, здесь вот можно поиграться, допустим, вот такими элементами. Забавно получится. Вот прекрасные полосатые ткани. Смотрите, да? Вот, смотрите, какая ткань интересная, да? С такими восточными узорами. И она еще с золотом очень сильно дает такой цвет бликующий. Вот, пожалуйста, фрагменты интересные. Можно использовать фрагменты вот отсюда, но они, к сожалению, не зеркальные. Ну, вот здесь вот элементы, пожалуйста, вам зеркальные. Можно использовать даже вот такую полосатую ткань. Посмотрите, как получится интересно. То есть интересные будут блоки. Ну, и вот еще цветочки такие же, как я вам показывала, только голубенькие. Вот, примерно то же самое. Ну, сейчас давайте перейдем к раскрою. Вот схема блока, которую мы с вами рисовали на прошлом уроке, да? Оптимально, вот поскольку мы с вами в метрической системе, делать блоки мельница 16 или 24 сантиметра. Почему такой размер? Потому что эти величины, ну, во-первых, они оптимальны в шитье лоскутного одеяла. Во-вторых, и 16, и 24 одинаково хорошо делятся на 4. Если по 16, то у нас квадратик получается 16 на 4 по 4 сантиметра в готовом виде. А если и 24 сантиметра, ну, соответственно, по 6 сантиметров в готовом виде. И сейчас, пожалуйста, посмотрите, как делаются шаблоны. Продолжение следует... Так вот, у нас с вами готово два комплекта шаблонов. Вот этот у нас заточен под 16 сантиметров, а вот этот под 24 сантиметра. Ну, и смотрите, вот он, пожалуйста. Вот шаблоны. Вот они под 16 сантиметров шаблончики. Вот они, видите? Смотрите, элемент А. Это самый большой элемент мельницы, вот этот, да? Обратите внимание, это очень важно. Там, где у нас идет кайма, у нас раскрой будет подалевой. Там, где у нас нет каймы, раскрой будет поперечный. Это важно. То есть не по поперечной, а по катету, а не по гипотенузе, извините. Это важно. Отметьте себе это как очень важный момент. Эти шаблончики на 16 я сохраню. Будем работать шаблончиками, которые на 24 сантиметра. Ну, а сейчас перейдем к самому вкусному моменту. Это, конечно, подбор тканей. Я взяла, конечно же, кайму Дженни Б. Невозможно удержаться. В принципе, если вы кроете одеяло, и это одеяло большое, вы в длину отматываете ткань. Но поскольку я шью один элемент, да, то мне хватит вот такой вот примерно ширины. Вот конкретно этой ткани. Но посмотрите, какая незадача. Как же нам определить осевую симметрию, зеркальность вот этого элемента, если у нас непрозрачный шаблон? Это решается очень легко. Мы можем взять любой треугольник. Ну, вот, допустим, вот такой, да? Это прямоугольный треугольник. Что приложить шаблон и что? Наклеить, смотрите, полоску ткани, по которой мы будем вырезать. И сейчас, вот у меня долевая, и сейчас по долевой я вырежу четыре одинаковых элемента. Вот так красиво получилось. Я знаю, что скажут мне тетеньки, которые любят экономию. Ладно, нельзя же так изводить такую красивую, дорогую ткань. Ну, во-первых, как вы понимаете, это у меня не единственный проект. Во-вторых, как бы можно вот эти элементы, другие из этой ткани, использовать на другие будет блоки, ну, как вы понимаете, да? Ну, не расстраивайтесь, у меня ничего не попадет здесь. Поэтому давайте перейдем к вырезанию следующего, вот такого же элемента нашей с вами мельницы. Сейчас покажу еще раз, кто забыл. Вот сейчас мы вырезали вот этот элемент, видите? Вот он. И сейчас нам надо вырезать светлый. Ну, вырезать мы его будем уже долевая будет у нас не здесь, а долевая будет у нас вот здесь, вдоль катета. Вырезаем. Пока я не забыла, вот эта ткань есть у нас в учебном магазине, она продается. И вот такая кайма. И вот такая кайма. Тоже есть в учебном магазине, и она продается. Учебный магазин, ссылка внизу. Я обоснованно полагаю, что нарезка остальных деталей, вот эту деталь мы вот так делаем, подлевую, не вызовет у вас никаких затруднений, поэтому снимаю скоростной съемкой. Музыка. 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 Первый шаг сборки мы собираем светлый и темный большой треугольник. Ну и соответственно делаем мы так с вами 4 раза. Шаг стежка 2,5-2,7 миллиметров, припуск шва 6 миллиметров. Швы заглаживаем на тёмную сторону. После этого сшиваем 4 следующих элемента нашего блока. Третьим этапом соединяем наши фрагменты в квадраты. Желательно, чтобы вы использовали иголочку. Для чего? Для того, чтобы вот тут по центру, здесь и вот здесь, соединить. Музыка. Швы загладили на тёмную сторону. И сейчас мы просто соединяем блоки попарно. Вот так. Музыка. Ну и после того, как мы собрали левую и правую половинки, да, посмотрите, швы у меня заглажены на тёмную сторону здесь и здесь. Мы соединяем через иголочку центр. Посмотрите, у меня получается снова такой замок. То есть этот шов в эту сторону смотрит, а этот шов в противоположную. Сшиваем. Музыка. Ну вот, как видите, блок мы собрали. Ну, ответ на вопрос, почему этот блок так редко используется, очевиден. Здесь нужно внимание и точность стыковок. Ну, я полагаю, что у вас всё получится. Поэтому пробуйте. Шейте этот блок сначала в упрощённом варианте, как мы показывали здесь, да. А потом попробуйте шить в классическом варианте. И я уверена, что у вас всё получится. На сегодня всё. Всем удачного дня. С вами была Лада Христенко, мастер воскутных идеял. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»